Я делаю видео уже на протяжении 10 лет. Сначала на моем музыкальном канале, потом в течение 6 лет на моем транс-канале. По-моему, намного больше, чем 10 лет, я даже не знаю. Но я сейчас чувствую себя как-то очень, знаете, как перед каким-то выступлением, перед большой публикой, перед тем, как я выйду на сцену с гитарой. И у меня немного вот сейчас мурашки на коже, и я волнуюсь. Потому что это видео, оно своего рода первое такое. Я хочу рассказать вам о очень волнительной для меня теме, а именно то, что я собираюсь сделать онлайн-вебинары, серию вебинаров для вас. Как я писал уже в рассылке, кстати, огромное спасибо за ваши подписки. Я собираюсь сделать серию вебинаров на тему любви к себе, любви своего тела, хорошего отношения к себе, независимо от того, находитесь вы на ЗГТ или нет, делаете ли вы транс-переход или нет. Или, может быть, вы не транс-человек и не делаете транс-перехода, но тема любви к себе для вас важна. И вы замечаете, что вы не любите свое тело, может быть, даже ненавидите его за что-то. И я решил создать эту серию вебинаров, именно серию, а именно четыре разговора, онлайн-беседы с вами, потому что я готовился к этому очень долго. Я пришел к этому, набрав свой опыт и наделав ошибок. И я хотел бы донести эти знания и эти психологические трюки до вас, чтобы вам не пришлось проходить через то же самое, чтобы вы смогли, может быть, избежать каких-то ошибок. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за такое активное участие в моем опросе, который вы получили буквально недавно в имейле, и ответили на вопрос, что вам мешает любить свое тело, с какими конкретными проблемами вы сталкиваетесь. Для этого вебинара, состоящего из нескольких встреч, я разработал конкретные тактики и шаги, с какими-то я сейчас даже поделюсь с вами. Даже не принимая участие в вебинаре, вы сможете получить пользу, просто посмотрев это видео, потому что в нем я приведу конкретные примеры, как можно уже, начиная сегодня, приблизиться к лучшему пониманию того, как научиться любить себя и свое тело независимо. Ни от чего. Существует теория и большие дебаты на тему тру-не-тру, что настоящие трансгендеры должны ненавидеть свое тело. И существует мнение, что если трансгендер свое тело не ненавидит, а уж, блин, тем более любит, то он не настоящий трансгендер. Я так не считаю, потому что я однозначно всегда знал, что я мальчик с самого раннего детства, но тем не менее у меня не было отвращения и отторжения к своему телу. Если у вас отвращение и отторжение к вашему телу, это окей, но это не значит, что это единственный фактор, который будет означать, что вы трансгендер. Неотъемлемый фактор, да? Неважно, какого мнения вы придерживаетесь касательно этой дебаты, тру-не-тру, настоящий-не-настоящий, должен трансгендер или не должен ненавидеть свое тело, цель этого вебинара – это если вы свое тело ненавидите, вытащить вас оттуда, помочь вам понять, какие паттерны поведения, какие мыслительные процессы приводят к тому, что вы так относитесь к своему телу. И цель заключается в том, чтобы привести вас, дать вам возможность трансформировать, так сказать, из этого неприятия себя таким, какой вы есть на данный момент времени, к тому, что вы будете действительно ценить то, что есть, и любить вас, себя, таким, какой вы есть просто сейчас. То есть, это, так сказать, трансформация без перехода. Это не значит, что я советую кому-либо не делать переход, и это не значит, что если вы полюбите себя, то вы перехотите делать переход. Абсолютно нет. Это значит, что вы из любви к себе будете делать переход, а не из ненависти. Это очень важный момент. Я говорю вам это не просто так, а я говорю из опыта. Я как раз пример того, что можно быть, называйте как хотите, true, трансгендером, и любить свое тело. Я его любил с самого начала. Наше с вами тело, оно нам дано. Оно дано нам одно. Именно такое, какое оно есть сейчас, в этот момент. И это то самое тело, в котором мы будем жить всю свою жизнь, всю оставшуюся жизнь. То есть, это те же самые руки, это та же самая голова, это те же самые уши, оттопыренные они или нет, это то же самое сердце. То есть, это тело, независимо от того, проходим мы или будем ли мы делать ЗГТ, будем ли мы делать какие-либо операции, это то тело, которое будет нести нас повседневно. И следовательно, если мы сейчас будем его разрушать, тем, что мы курим, разрушать легкие, разрушать печень, тем, что мы пьем алкоголь, мы этим самым портим себе свое будущее, то будущее, в котором мы будем являться собой. То есть, если я трансгендердозы ЗГТ, я ненавижу свои жирные ляжки, я ненавижу свою фигуру-грушу, потому что это не я, я должен быть мужчина с фигурой треугольник, перевернутый треугольник. нахрена мне даны эти жирные ляжки. Когда мы так думаем, мы предполагаем, что когда мы будем на ЗГТ, или когда нам сделают операции, то нам как будто бы выдадут другое тело. как будто бы это тело выбросится и появится новое и автоматически любимое. Да, на ЗГТ меняется внешность, перераспределение жира, изменение, просто более плоская грудь, просто от того, что на тестостероне она становится более плоской. Или сама операция по удалению груди сделает грудь, конечно, плоской, более плоской. Но это не по щелчку пальцев происходит так, что тело было одно, фигура груши, а потом резко такой красавчик бодибилдер с перевернутым треугольником, и ты вдруг резко себя полюбил, а это очень-очень длительный, плавный процесс. И если мы привыкли ненавидеть себя и свое тело, то очень сложно будет полюбить свое новое тело. И, как мы уже сказали, это тело вовсе будет не новое, это то же самое тело. Если я прокуриваю эти легкие и эти кровеносные сосуды, то я ухудшаю свои шансы на восстановление после операции. Мне будет тяжелее восстанавливаться. А ведь это то тело, которое я хочу строить. И из него хочу строить лучшее тело, лучшую версию себя. Просто как возможность посмотреть на это тело, как, знаете, на такой это нейтральная форма, из которой вы будете лепить себя будущего. Себя трансмужчину, если вы трансмужчина, до ЗГТ. себя трансженщину, если вы трансженщину, до ЗГТ. Я понимаю, что некоторые из вас могут сказать, что они просто априори ненавидят свое тело и ненавидели его всегда. И не видят возможности полюбить его. Что тут не говорим. Я очень хорошо понимаю эту позицию. И к тому же еще бывает так, что человек, который ненавидит себя, ненавидит себя за то, что он себя ненавидит. Понимаете, такая двойная закрутка. И вот дело в том, что это окей. Это окей ненавидеть себя. Это окей не любить себя или недолюбливать себя. Первое, что нужно сделать, это принять. Принять тот факт, что я такой не идеальный и не люблю себя. Как эти все крутые, самодостаточные, преуспевающие, красавчики. Не любить себя само по себе неплохо. Вообще-то это нейтрально. Просто как факт. Потому что это очень распространенное явление. С этим очень многие сталкиваются. И это окей. Это первое, что нужно просто в себе принять. А дальше можно посмотреть на то, а что именно ты в себе не любишь. Не любишь ли ты в себя всего? Не любишь ли ты свое тело в отдельности? Или может быть ты не любишь какие-то конкретные части себя или части своего тела? И вот тут мы уже более конкретно смотрим. Потому что если ты не любишь свои конкретно например ляжки или свою фигуру грушу, то когда ты смотришь на себя в зеркало, ты фокусируешься чаще всего именно на них. И больше ничего в себе не замечаешь. А можно обратить внимание на что-то, что ты любишь в своем теле. Например, я всегда любил свои пальцы. Я люблю и любил с самого детства форму своих пальцев. Где-то когда-то я еще и потом узнал, что длина, знаете, есть такой момент, такая теория, что длина безымянного пальца по отношению к среднему и указательному очень важна, что якобы у мужчин безымянный палец длиннее всегда, указательный. И у меня это так. Я так этому всегда радовался и любил свои пальцы за это. И всякий раз, когда я сомневался, что я парень, и мне говорили, что ты же девочка, я смотрел на свои руки и думал, если бы вы знали. И таких мелочей может быть несколько, может быть не одна. Эти мелочи можно в себе найти, поищите. Это просто как пример. И в нашем видеокурсе серии вебинаров я покажу, что работает, а что нет. Что не работает. не работает уходить от плохого, идти из ненависти и делать из ненависти переход. Потому что в этом случае мы всегда будем искать в себе что-то, что мы ненавидим в себе. Ты всегда будешь смотреть в зеркало и находить что-то, что тебе в тебе не нравится. Будет недостаточно бороды, будет недостаточно высокий рост, он всегда такой останется. Или у транс-женщины наоборот. Ничего с этим не сделаешь. И вот это не работает. Что работает, это аффирмации, позитивный self-talk. То, что мы разберем, я объясню, что это такое, как это правильно делать. Также в этих вебинарах я расскажу, какие ошибки делают и как их избежать. Например, я знаю одного транс парня, который даже после фолопластики ненавидит себя, не любит себя. Он недоволен, он всегда недоволен, он до ЗГТ был очень недоволен, не любил свое тело. В начале ЗГТ у него была эйфория, легкая эйфория, потому что он стал меняться, и люди перестали его миссгендерить. Но эта эйфория продлилась недолгой. Что бы ни происходило с его телом, ЗГТ или изменения физические, именно оперативные, он не видит в себе мужчину, полноценного того мужчину, которым он хочет себя видеть. То есть он такие ставит себе запросы, которые он не может выполнить. Это невозможно. Это одна из ошибок. Можно максимально приблизиться к ЦИС мужчине, но мы ЦИС мужчинами никогда не станем. И даже если в каком-то будущем будет возможно пересадка органов, например, например, трансженщины смогут рожать детей, что тоже вполне реалистично, просто еще довольно-таки нескоро, то все равно трансчеловек не становится ЦИС человеком. и это хорошо бы принять, потому что всегда будут какие-то моменты, например, та же самая социализация или просто детство, которого не вернуть. И в этом мы отличаемся от ЦИС людей. И это неплохо. Потому что если ставить запрос стать ЦИС человеком, то этот запрос невозможно выполнить. можно повернуть эту картину и посмотреть с другой стороны. А что хорошего в том, что мы никогда не будем как ЦИС людям? А в чем наше перед ними преимущество? Не в смысле о, кому хуже, кому лучше, а просто во имя собственного душевного спокойствия и здоровья. Можно посмотреть, покопать в этом направлении и обязательно найдутся ответы. Например, я, как трансмужчина, который прожил в моем случае 32 года в биологически женском теле, очень даже хорошо разбираюсь в этом самом биологически женском теле. Я, например, знаю, как сделать приятно женщине. Просто у меня информация из первых рук. Согласитесь, ни одному ци смущения этого так не понять. Я еще много могу приводить примеров и, возможно, вам сейчас придет в голову какой-то пример. И напишите в комментариях под этим видео, какие примеры вам приходят в голову, какие плюсы может быть есть у транс-людей по сравнению с людьми. Ну и, конечно, в самом вебинаре мы углубим эту тему. Итак, если вы услышали что-то важное и полезное для себя в этом видео и хотите и готовы перейти на следующий уровень, то следите за электронной почтой, потому что очень скоро я пришлю имейл с еще одним видео, в котором будет конкретная информация по вебинару. Учтите, пожалуйста, что в вебинаре будет определенное количество мест и это количество мест будет ограничено. Я буду очень рад увидеть ваши комментарии под этим видео, что полезного вы услышали в нем, что вы думаете было интересным и важным для вас и о чем бы вы хотели узнать больше.